В Судаке открылась 21-я международная конференция Крым-2014. За долгие годы форум для специалистов и руководителей библиотек эволюционировал в открытую площадку, на базе которой теперь ведут диалог издатели, представители книготорговых организаций, работники информационных центров, музеев, учреждений культуры и образования. На открытии 21-й международной конференции Крым-2014 приехал министр культуры Российской Федерации, политик и писатель Владимир Мединский. В своем вступительном слове он отметил, Россия давно ждала Крым и дождалась. Искренне рад, что столь важное мероприятие проходит в Крыму, который стал неотъемлемой частью России. Именно здесь, на земле, благословенные табриты черпали вдохновение, творили Чехов и Волошин, Грин и Паустовский, другие наши великие соотечественники. Передали свои поздравления участникам конференции и первые лица республики. От имени Сергея Аксенова и Владимира Константинова в адрес оргкомитета форума прозвучали теплые слова. Конференция Крым 2014 является значимым культурным и общественным событием, объединяющим профессионалов библиотечного и музейного отдела, книгоиздания и образования. Это представительная международная площадка для обсуждения актуальных вопросов информационного развития общества. Вот уже на протяжении 21 года республика Крым радушно встречает участников и гостей вашего международного библиотечного форума, одного из самых крупных и авторитетных научных достижений, результаты которого известны не только в Крыму, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Гвоздем программы стало выступление генерального директора Государственной научно-технической библиотеки России Якова Шрайберга. В своем докладе он остановился на проблеме современного темпа и ритма жизни, в котором уже нет места масштабным литературным произведениям. Когда появилось кино, радио, телевидение, и население удвоилось, утроилось, учетверилось в содержании фильмов, радиопередач, журналов, снизилось до известного стандарта и такой универсальной жвачки. Постарайтесь представить себе человека 19-го столетия. Собаки, лошади, экипажи, медленный темп жизни, затем 20-й век, темп ускоряется, книги уменьшаются в размерах. Помимо обсуждения насущных проблем библиотекарей и книгоиздателей, в рамках конференции прошла выставка технических новинок, призванных упростить работу сотрудникам сферы. Так, например, монорельсовая транспортная система легко справится с рутинным процессом доставки корреспонденции. А электронный библиотекарь в автоматическом режиме выдает и принимает обратно книги при наличии специального читательского билета. Я не первый раз на таком мероприятии присутствую и тем не менее удивляюсь, потому что всегда очень много интересного. Мы просто все это хотим иметь в своей сельской библиотеке. Восхищение и только изумление и желание иметь в своей фонде такую литературу. Кроме того, Российская государственная библиотека уже предоставила своим племским коллегам доступ ко всем оцифрованным электронным ресурсам. Минфин России предполагает выделить 25 миллионов рублей на модернизацию и техническое переоснащение. Егор Петрунин, Анатолий Скорик, Время новостей, Судак.